Я решила изолироваться и уехать в лес. Сейчас я нахожусь в Баракова. Приехала я сюда на целых два дня и у меня не будет телефона, я не буду заглядывать в соцсети и вообще это полная перезагрузка и вы к концу видео узнаете мои ощущения. Это наш номер. Очень просторный и удобный. Только что у нас было три с половиной часа спа и это нереально круто. Впечатления просто нереальные. Выходит, что спа как будто новенький. Это не сравнится с теми спа, которые мы делаем в городе. Тут у нас и какие-то банные процедуры, и какой-то травяной чай, и бельгийский шоколад. Столько нюансов. Даже был хамам. После женских практик я поняла, что мы сами по себе очень достаточны и вся сила, она уже есть внутри нас. Я рекомендую каждому из нас иметь внутренний вектор счастья, который не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Вот, это такой инсайт с женских практик. Мы гуляли в лесу. Вы подумаете, окей, но тут все тоже замудрено. Мы отправились в лес без телефонов, без связи и должны были на протяжении часа или даже больше ходить, ничего не говоря. Это был час тишины, где мы должны были просто быть в потоке. Это называется випассана. И такой эксперимент обычно делают даже в монастырях. Практикуют молчание. Что это дает? Это дает большое понимание себя. Ты заглядываешь во внутренний мир. Ты в потоке, еще и на природе. И по итогу ты выходишь какой-то окреленный, проработанный. Лично я погрузилась в какие-то свои внутренние переживания, отпустила их и вообще поняла, что они сильно раздуты на фоне городской суеты. Так что рекомендую. Вы можете практиковать это даже в своем городском парке или даже рядом с домом. Просто выйти и насладиться природой. Плюс тишина. Вообще ощущение того, что я изолировалась в лесу, схоже вообще с тем, как будто бы я уехала куда-то во шрам. Это типа монастырей, в которые люди погружены в какую-то монотонную работу, при этом они исцеляются. Например, они моют полы в храмах, они молятся, готовят простую еду, ни с кем не разговаривают. И по итогу они выходят счастливые, понимающие ценность жизни, в чем ее счастье истинное, а не какие-то надуманные нами материальные мечты. Так вот, мы делали метафорические карты, мы делали даже какие-то практики в Рождество. И мы успели даже сделать йогу в 8 утра. Чтобы вы понимали, я еле встала, опоздала даже немного на йогу. Но оказывается, йога по утрам это действительно стоящая вещь. Я знаю даже, кто проводит такие чаши терапии. Нет, многие Диомина и Лена проводят, да. В декабре перед Новым годом я хотела купить себе свечку с ароматом табака. Потому что мне казалось, что это очень расслабляющий аромат. Но когда я приехала в магазин свечей, то все ароматы мне не откликались. Но я очень хотела попробовать купить домой свечу. Так вот, вчера, даже не зная, что это есть в программе, нам вечером перед сном выдали свечи. И мы в кругу женском начали самостоятельно ее изготавливать. Она была из натурального пчелиного воска, и мы просто погрузились в такую эйфорию. Потому что туда мы еще сыпали травы, фитиль. И этот процесс настолько расслабляющий, что по приезду в Каргандул, в город, я мечтаю тоже купить набор свечей. У меня появилось новое хобби. Это не обязательно варить свечи. Вы можете просто купить вот такие пластины, закручивать их, и вот вам свеча. Очень расслабляющее занятие. Вообще все виды занятий, которые мы пробовали во время моей изоляции, можно назвать в каком-то смысле эзотерическими. Но самое главное — это намерение. А мое намерение было просто быть в моменте, наслаждаться и почувствовать, наконец, прилив сил. Так что я считаю, что все эти способы хороши для вашего ментального здоровья. А ментальное здоровье — это самое важное, что у нас есть. Итак, я прожила в изоляции целых два дня. У меня не было соцсетей. Я даже частично не успела вам снять многие моменты. И что я могу сказать? Оказывается, наш мозг сильно перегружен информацией. Мы все время листаем в соцсети, мы сравниваемся. Плюс у нас много рабочих, учебных задач. Плюс мы все время к чему-то бежим. При этом забываем жить. И вот именно эти два дня я могу признать, что я жила. Как будто бы по-настоящему. Ни о чем не переживая. Не проверяя, есть ли у меня новые уведомления в телефоне. Просто находилась в моменте. И главный инсайд — будьте осознанными. Вот честно. Когда мы находимся в своем внутреннем мире, в своих мыслях, мы забываем, что вокруг сейчас как бы течет жизнь. И она очень ценна. Поэтому моя главная рекомендация — это тренировать осознанную жизнь и жить в моменте. На этом все. Я надеюсь, что мое видео было не только вдохновляющим, но и просто атмосферным для вас. Я очень старалась. Даже несмотря на то, что у нас не было доступа к телефону, я стремилась где-то что-то отснять секретно, незаметно. Вот. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока и всем прекрасного дня, вечера или ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok